Посмотрите, какая замечательная на третьем этаже есть терраса. Какой шикарный вид! Генуэзская крепость, гора Сок. А сейчас мы пройдем во второй корпус от отеля Парус. В этом номере есть балкон с красивым видом. Правда, он пробивается через... Всем привет! Вы на канале Антон Крым. С вами Татьяна и Андрей. И сегодня у нас очередной обзор отеля. И это, пожалуй, самый интересный отель в Судаке, потому что он находится прямо у самого моря. Первая линия и центральная набережная. Это будет второй корпус от отеля Парус. Мы обзор на отель Парус уже делали. А это второй корпус и будет называться Маяк. А позади нас сейчас отель Парус. То есть это первый корпус. И на территории которого на набережной расположена столовая по-домашнему в этом году. Да, необычно это видеть. Кто сидел когда-то здесь в ресторане, теперь здесь будет столовая. Ну и плюс расположение. Вот мы уже центральная набережная. То есть сразу вышли, и вы сразу на море. Сейчас мы спустимся. Или сзади покажем, но сзади пляж. Все находится в шаговой доступности. То есть если кто-то ищет отель Первая линия. В принципе можно сказать свой пляж, да? Лежаки есть? Лежаки за каждым номером по два лежака закреплены. Сейчас мы повернем камеру и все вам покажем. Пойдемте на обзор. Пойдемте. Смотрите, я хочу вас немножко ознакомить поближе. Вот это мы видим за моей спиной сам отель Парус. Будем называть его главный первый корпус. Отель Маяк, от него второй корпус, расположен вот там, где сосны, вы видите. И мы видим только террасу третьего этажа. А также рядом здесь мы вот поворачиваемся и видим сам пляж. То есть отель прямо находится в шаговой доступности. Прямо на набережной. А сейчас мы пойдем на пляж, спустимся и посмотрим, или попробуем море. А прежде чем спуститься к морю, хочу показать вам. Смотрите, вот лежаки, которые прибрежной зоны лежат. Это от отеля Парус. То есть прибрежная зона будет занята лежаками отеля. К тому же очень хорошо, что все всегда находится рядом с отелем. В этом году построили ряд павильонов. Есть киосик с экскурсиями и все рядом. Кстати, здесь спасательная станция рядом. Если что-то случится, обращайтесь туда. Перед отелем Парус расположилась столовая по-домашнему с очень приемлемыми ценами. Сейчас мы посмотрим номера главного корпуса первого отеля Парус, а после пройдем во второй корпус. Сейчас мы находимся на парковке отеля Парус, где для гостей оборудована небольшая стоянка, кто на машинах приезжает. Также мы можем видеть, что вот эти окна, которые с этой стороны расположены, это выход из номеров однокомнатных стандартов. Их шесть штук, и все окна выходят на эту сторону, не на море. Также мы можем видеть, что на пляж пройти очень удобно и быстро. Теперь мы заходим в отель через задний вход. Мы можем так его назвать, потому что он находится непосредственно возле парковки. Есть в отеле всего лишь два входа. Один вход будет на парковку, и также есть выход на набережную. Это уже непосредственно центральный вход будет. Сейчас мы зайдем к администратору в гости, возьмем ключик. Ключики у нас будут непростые. У нас находится в каждом номере электронный замок. Здравствуйте. Сразу мы берем электронный ключик и идем смотреть первый номер. Еще раз напомню, что каждый номер имеет электронный замок. Это очень удобно. Одно движение, и сим-сим открылось. И мы заходим в однокомнатный стандарт с раздельными кроватями. Сразу мы видим в номере небольшой коридор. В номере находятся две раздельные односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф-гардероб у нас мы видим. Также есть дополнительное зеркало и тумбочка. Кроме этого в номере есть, конечно же, кондиционер, мини-холодильник и телевизор. Ну, а теперь, конечно же, мы посмотрим санузел. Санузел большой, просторный, светлый. Мы видим душевую кабину, фен, небольшой набор косметики. Это шампунь и мыло. Также белые полотенца и туалетную бумагу. Очень удобно есть сушилка для белья. Кстати, в каждом номере есть план эвакуации и работает пожарная безопасность в отеле, что является огромным плюсом и преимуществом этого места. А также есть идентичный номер с раздельными кроватями, которые мы смотрели, но это точно такой же номер, только с двуспальной большой кроватью. Так вообще в номере абсолютно все одинаковое. Телевизоры, конечно, ретро, ничего не скажу, но если вы приехали на отдых и смотреть телевизор, это отдых, значит, зря у вас прошел. На отдых едут купаться, загорать, развлекаться и гулять. Надеюсь, вы отдохнете от телевизионного мусора и не будете его смотреть на своем отдыхе. Сейчас мы пройдем в однокомнатный улучшенный номер. Номер всего один, он большой, просторный, отличается квадратурой. В этом номере удобно очень расположиться с семьей. На двуспальной кровати у нас лягут муж и жена, а также есть диван, который раскладывается, и может один или два ребенка прилечь. Также мы в комнате наблюдаем шкаф, гардероб, кондиционер, мини-холодильник, небольшой набор посуды, мебель какая-то и трюмо с зеркалом. Ну и, конечно же, санузел. Вид из номера можно не учитывать, потому что он выходит во внутренний двор, и вы там ничего не увидите. Давайте посмотрим теперь санузел. В принципе, санузлы везде, как сказала, одинаковые. Душевая кабина, унитаз, умывальник, есть фен, сушилка для белья. И сейчас мы пройдем и посмотрим самое интересное. Это двухкомнатный номер. В номере есть все необходимое. Комнаты просторные. Вот я зашла, вы видите, да? Очень просторно, у меня свободно, например. Также может разместиться здесь 4 человека. В этой комнате в первой есть расхладной диван, телевизор, кондиционера в этой комнате нет. Есть мини-холодильник и небольшой набор посуды. И вторая комната. Во второй комнате я нашла кондиционер, трюмо с зеркалом, шкаф-гардероб и двуспальную кровать. А самая изюминка является то, что вид из окон. Всего двухкомнатных номера 3. Два номера двухкомнатных выходят с видом на море. Один двухкомнатный номер, к сожалению, без вида. А теперь пришло время посмотреть санузел. Он находится при входе в номер, конечно. Здесь небольшой коридорчик такой. И стандартные санузелы. Андрей, уходи. Мне этот номер понравился. Я здесь оставлюсь. Прошу меня больше не беспокоить. А теперь посмотрим трехкомнатный номер последний. Находится номер за отдельной дверью. Кстати, здесь сразу выход на пляж есть. Ключ! Где ключ? Вот ключ. Открываем номер. Не обращайте внимания на жужжание, может быть, слышно, потому что у нас под май и идет подготовка, как бы, к сезону. Поэтому у нас вот такие работы происходят. Они через неделю закончатся всем. Значит, ох, какой номер красивый. Это единственный трехкомнатный номер в отеле Парус. В нем целых три комнаты. Идемте в первую. Я сама не знаю, где что. Значит, в первой комнате мы видим двуспальная кровать, кондиционер, трюмо с зеркалом, шкаф-гардероб. Кстати, в каждом шкафу лежат полотенца, если будет холодно. Это во всех номерах. И с этого, с этой комнаты идет вход в большой санузел. Ну, этот санузел, я хочу сказать, он немножко вообще широкий, большой такой. Ну, а также, в принципе, здесь есть все то, что в каждом санузле. Проходим, я бы сказала, это гостиная. Здесь также стоит телевизор, холодильник небольшой, посуда, раскладывается диван. Ну, а также имеется два кресла. Кондиционера. Кондиционера в гостиной нет. Кондиционеры только, получается, находятся непосредственно, где спальные места. Здесь две односпальные кровати в этой комнате. Также трехкомнатный номер очень славится своим видом из окон. С каждой комнатой мы видим набережную и море. Более того, имеется второй санузел. Небольшой, правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А также на этаже вы можете воспользоваться гладильной доской и утюгом. А сейчас мы пройдем во второй корпус от отеля «Парус» на маяке и посмотрим номера. Отель только что запустился. Хоть уже и разгар сезона, и люди уже отдыхают, но все же номера очень красивые. Давайте вместе с вами посмотрим. Три номера расположены на первом этаже и три номера расположены на втором. Вот такие номера прекрасные, на мой взгляд, очень красивые, свежие. А самое главное – это расположение. Прямо на набережной, прямо из окон мы видим море. И из трех номеров, вернее, из четырех, будут открываться такие великолепные пейзажи, потому что в каждом номере из них будет балкон. Красивые новые санузлы, сантехника вся. И минимальный набор косметики. В номере есть полотенце, одеяло, телевизор, холодильник, небольшой набор посуды, электрочайник и кондиционер. В этом номере есть балкон с красивым видом, правда он пробивается через сосны и деревья, но все же он красивый. Более того, на балконе имеется столик со стульями. А теперь мы посмотрим еще один номер на первом этаже, но он без балкона и имеет вот такое небольшое окно. Соответственно, цена этого номера будет уже немножко снижена. В номере также есть все необходимое. В принципе, номера однотипные, только отличие это будет большие окна и балкон. Санузлы, я бы сказала бы, просторные, также есть фен и сушилка для белья. Давайте посмотрим номер стандарт улучшенный на втором этаже. Он у нас будет по квадратуре более просторным, также будет отличием являться, посмотрите, какой огромный телевизор, панорамные окна и два маленьких балкончика. А с этих балкончиков вид, конечно, очень шикарный. И мы сейчас вам покажем. Посмотрите, какой шикарный вид. Генуэзская крепость, гора Сокол, мыс Капчик, немного нового света, море, конечно же, и набережная. Великолепно! А здесь санузел в вот таком голубом стиле. В этом номере тоже большой и свободный санузел. Это стандарт улучшенный, расположенный на втором этаже, номер 24, также имеет небольшой балкончик. Стоимость всех номеров стандарт улучшенный, которые имеют балконы, будет до 20 июля 4050, после 20 июля 4900 рублей на двоих. Дополнительное место будет евро-раскладушка 500 рублей на человека. Дети до 5 лет проживают бесплатно, если будут спать с вами. Это 23 номер, расположенный также на втором этаже, также идет стандарт улучшенный, хоть и не имеет балкона. Но у него очень большие окна, и номер по квадратуре тоже большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу вам напомнить, что в каждом санузле будет висеть фен и лежать набор полотенец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какая замечательная на третьем этаже есть терраса. Здесь будут стоять лежаки, и можно будет загорать и любоваться морем и красивым пейзажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, друзья, на этом мы заканчиваем обзор отеля Парус в Судаке на набережной. Надеемся очень, что будет кому-то это полезно. Цены немножко, по-моему, нормальные для первой линии, правильно? А пишите в комментариях, как вам. Да. Конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, да, не забывайте. А мы с вами не прощаемся, да? Говорим до следующих встреч. Да, до следующего видео. Пока! Пока! Мне понравился отель Парус, у него рядом море. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова